Победа 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 из Среди Европы, как ослабление социальных позиций, как прохру без боя. Некоторые военные вещества бежим по быту зистили, что можно жить другим, чем подле ленинских идеалов. Встахи между веленим социальных войск и парламентной комиссии се выхродили, когда некоторые из них дезертовали. Тим сице прекращили социальные законы, но подле наших правильных предписов имели нарок на охрану. Советское веление использовало в всех метод, чтобы сбежи привело к наврату. По осудах вручаных у прхлихов не есть никакие справа. До области лидских прав в социальных посадках в нашей стране никогда не смогли проникнуть. Была это заказанная комната. КОНЕЦ Советский солдат никогда не мог быть со своим мнением. Он ничего не мог сказать. Он себя чувствует, как в хандалах. Ему ничего невозможно, понимаете? Ему даже невозможно вот висказать свое мнение. Если он висказал свое мнение о свободной политике, это уже как преступление для Советского Союза. Советский солдат всегда был оккупантом на чужой земле. Всегда им правили. Правил офицер, правил другой человек. Здесь правда просто над правами человека. То, что человек это достоинство, ну, как это сказать, что он должен пользоваться законами, которые ему даны, но это в нашей политике это невозможно просто. Будь коммунистом, закон, комсомольцем. Подчиняйся офицеру. Убивай, быть оккупантом другой страны. Много других правил еще. Это просто эти правила навязывали на человека, чтобы он не мог выйти в свободный мир. Мимо отъезду воздел по властной осе а от лету боевых летунů се Совети отсунували по железници. Было к тому запотреби 32 тис. Вагону, т.е. влаг длухий целиком 465 километра. Вояци себову одважили и зданливе безценные веции. Дома не мажут темнер ниц. С набратом 130 тис. тис. людей в Советском СВАЗу до недавна никто не почитал. Стяховали се до неистоты. Подстаны до хромадных убитовен. Надеи на властний бит не мажут практически жадного. тревога Опять мы ночью вступаем в бой Когда же дембель я мать увижу и дом родной Когда забуду как полыхают в огне дома Здесь в нас стреляют Здесь как и прежде идет война Ну что ж ребятам нальем бокалы за тех парней Кто отдал жизни во имя счастья чужих людей Кто не увидел за цинком гроба родную мать За тех мы выпьем кому осталось в земле лежать Кто не увидел за цинком гроба родную мать За тех мы выпьем кому досталось в земле лежать Избивают солдата офицеры избивают конечно бьют но чтобы так расстреливать это нет Вот он что-нибудь сказал но солдат неправильно ответил все за это может избить солдата или прошел и честь не отдал за это избивает за все за каждую мелочь офицер может избить солдат львови львови в Мимони, Миловицах, Младе Болеславе, в Трутнове и в многих других ческих и славянских мёстах. Советские воеводцы оставили с чистым сведомым в ческих мёстах, полях и лесах тысячи неубухлых мин, стовки пум и другие монеты. Тади жили советские воеводцы. Стояние как с собственными людьми накладали советские и с природой. Пуда ехали с нечищенно ропными латками, которые многое вывежащи прямо на поверхность и под землей твожи часто аж 6-метровую врустку. Еще не безопаснейшими сутки кислородов и складки боевых химических латок. Шкоды на природе и на моральце людей с такими характерами, что никогда не запоминем. Так, еще визнаменание на цесту, повышение за взорное плнение боевых повинностей и конец. Мусиме се разлучить с утајеным влаћещем в срдци Европы. СВО�Я ВЛНЯВИ ЗВНЯВИ 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 Униформина однажды страдают свою важность, всякие привилегия и надзазанное положение в сообществе. С людей обычных поручат бы все однажды стадут обычные, думающие люди. Страта мощи им наградит страх. Многие воеватели знают, кто Чеши. И на политических школах в основном сказали, что около них есть одни неприятели. Когда вояк выйдет за посадку, Чеши его злови, а зничи. Застрели, зарежи. В общем, все, что может сделать в Валце неприятели. Поэтому вояцы, которые не смели выйти ником за посадку, не смели мловить с Чешами, они всегда мыслили о Чешах, и это самое лучшее, что сказали. Такой режим был настелен в советских газах безусловно по листопадной революции. Безусловно по листопадной революции. Безусловно по листопадной революции. Безусловно по листопадной революции. Они продают там по листопадной революции, которые продают на революции. Это все. Достойник. Вояка заведут в свои канцелярии, а может его там избить, а бы он подписал некий папир же, то и он украднул. Потом вояка может заварить до криминала, а бы он сидел некую, был там некую добу, а бы он ответил за то, что его украдал, то достойник. В Ческо-Словенско се стало некontrolovatelnou колонией совецких достоинників. Обхodovalи, звали си сем на накуп широкий округ прібузнých а знамých. Неchtело се им оттут. Ческо-Словенско 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 Коли техники а војаку одлетело летецким мостем немаље тушењ. В няктеріх посадках спало мујство в једне постели на три смњени. Официљлне удаване појти мујства теди немусели одповідат скутећності. А таке розмістяні једнотек наповідала, че нова світова вјалка не била в минуліх летењ ничим так нескутећним. Проблема только одна единственная проблема. Почему вдруг такая обстановка стала напряжённая вот в виде этих лозунгов, плакатов, «Долой оккупанты! Идите домой!» Мне кажется, советскими войска никогда нигде не были оккупантами. Кроме как освободительную миссию, нигде никакие миссии другие не выполняли. Вот только одна у нас проблема. Вот проблем у нас никаких нет. С народом отношение хорошее. Вот кто-то просто кому-то явно на руку нагнетание вот этой обстановки. Вот эти митинги все, которые не так давно проходили у нас, здесь вот на территории Высокого МИТа, просто неприятно было смотреть всего лишь навсего. До этого были отношения исключительно хорошие, дружба, товарищество. Ну и вот вдруг ни с того ни с сего. Всего лишь навсего вот эта проблема. Неприятный осадок остаётся. Войска боевые по первому, по первой боевой готовности. Здесь Чехславики защищать Вашу границу. Ну так, на тебе си сумел ази ответить сам. Я то нечал на поле Генералове. Я то выразить это просто неч. Ну а что мы обявили, ну так... Обявили мы таке зарядение, которое служило в прошлом, на то, о котором наша влажа предтим говорила, что то, что в том было, что это не было. Похопили с тема? Ну, похопили с тема. А это очень хорошо то, что с 17 марта минувшего года ни один ядерный гранат, ни одна ядерная головка уже в Ческо-Словенске не было. То есть, до тогда все было фактически отвезено там, откуда эти вещи были причины. Это был в прошлом, один из самых 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 самых. Бункеры для ядерной збраны поближе Биле под Бездежем. Ставные были в Брдске Мишове и поближе Биле. Ракеты с длинным долетом стали на Мораве. Выбудовали из наших денег за 208 миллиону корун подле тайной смлувы с року 1965. Смлува была удачно узаврена с iniciatивы Ческо-Словенске, которая Советам платила и 226 миллиону корун за провоз. Ядерные ракеты мили Совети под нашим úземьем от року 1967. Кто в Ческо-Словенску о том тогда и видел? И существение тех техто церковных збраны запечатила осуд ческо-словенскых реформ с року 1968. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...